В праймере с незагорами партия «Единая Россия» официально вступила в год выборов депутатов Государственной Думы. Новые имена в регионе предложили разработать систему общественного признания и поощрения новых героев наших сограждан, проявивших лучшее качество в различных сферах. Свободные вакансии и рабочие места жителям Нинецкого округа готовы предоставить компании «Зарубежнефть» и «Роснефть». С главными новостями дня в студии Ирина Цепетова. Партия «Единая Россия» официально вступила в год выборов депутатов Государственной Думы. В субботу на столичной ВДНХ завершилась первая часть 15-го съезда, на котором был дан старт формированию предвыборной программы «Единороссов». Основные ее положения представил председатель «Единой России» премьер-министр Дмитрий Медведев, предложивший однопартийцам следовать в русле правительства, продолжающего бороться с экономическими вызовами. У нас есть все, чтобы победить. Мы с вами преодолели кризис 2008-2011 годов, и мы знаем, что делать. Этими словами Дмитрий Медведев открыл партийный съезд. Опираясь на опыт прошлого, партия может строить планы на будущее. Для «Единой России» принципиально важно победить именно сейчас. Не во времена отчетов об успехах, подъема на нефти, а в период испытаний и трудных решений. Самый живой интерес у делегатов вызвала площадка, где говорили о подготовке к проведению предварительного голосования. Оно намечено на 22 мая. У желающих принять участие в праймерис будет два месяца – с 15 февраля по 10 апреля для подачи соответствующей заявки. Касаясь внутренней жизни партии и подготовки к предстоящим выборам Государственной Думы Российской Федерации, хочется подчеркнуть, что очень серьезно говорилось о необходимости полной прозрачности предстоящих нам выборов, и в том числе полной прозрачности и ответственности по проведению предварительного партийного голосования. Обращалось внимание на то, что легко быть лидером в стране, которая имеет хороший бюджетный префицит, которая успешно развивается, и сложнее быть лидером в стране, которая испытывает сильное давление по многим направлениям. И поэтому здесь мы должны четко понимать, что мы можем победить только с опорой на все слои населения. Председатель партии предостерег своих коллег. В полупредвыборной борьбы нужно воздерживаться от необоснованных обещаний. А избирателям он посоветовал не верить тем, кто будет обвинять правительство и партию в сокращении расходов. Правительство никак не может оставить на потом заботу о людях, особенно когда от такой поддержки зависят целые категории граждан, отметил Дмитрий Медведев. Поэтому с 1 февраля на 7% проиндексированы размеры социальных выплат, ряд пособий на детей. Также на 4% повышены страховые пенсии всем пенсионерам, кроме работающих. Особое внимание Медведев призвал однопартийцев уделять и другим вопросам, от которых зависит благополучие людей, а это зарплата, работа и жилье. По части последнего премьер-министр поддержал предложение о продлении программы субсидирования ставок по ипотечному кредитованию. Иногда на местах происходит непозволительное. Я сейчас имею в виду прежде всего задержки зарплат бюджетникам. Это и в коммерческом-то секторе недопустимо, а про государственные учреждения я даже не говорю. О каком доверии к власти в этом случае можно тогда рассуждать? Государство обязано при любых условиях платить заработную плату. Ни врачи, ни пенсионеры, ни студенты не должны просить своих денег, тем более на митингах и на улицах. Дмитрий Медведев озвучил лишь основные тезисы для предвыборной программы партии. Теперь предстоит масштабная работа по ее доработке. Причем предложения будут собирать с самых низов, из местных отделений партии. Партийцы из разных регионов тоже делились идеями. Например, было предложено разрешить тратить мат-капитал на сборы ребенка в школу, вернуть систему распределения выпускников учебных заведений. Недостатка в идеях не было, и часть из них, возможно, войдет в предвыборную программу, над которой еще предстоит поработать. В рамках дискуссионных площадок представителям региональных отделений партии выпала возможность задать вопросы местного значения. Так Виктор Кмить задал вопрос, который касается продолжения строительства трассы Нарин-Марусинск. В той ситуации экономической, в которой находится вся страна, в частности, Ненецкий автономный округ, безусловно, все наши усилия, прежде всего, и мониторинг мы направляем на изучение ситуации в округе, в стране, для того, чтобы прежде всего сохранить заработные платы, сохранить социальную поддержку отдельной категории граждан и сохранить развитие округа. Это очень непросто. И в этой связи, безусловно, на партию власти ложится очень серьезная ответственность, прежде всего, потому что те решения, которые приходится нынче принимать в этих непростых экономических условиях, эти решения очень непростые, очень болезненные. Для нашего округа этот съезд отмечен еще одним событием. Валентина Нагатысо, руководитель первичного отделения в Усть-Каре, избрана членом Генерального совета партии «Единая Россия» от Ненецкого округа. Ирина Цепетова, Александр Дуркин, Телеканал «Север». Предвыборная программа «Единой России» учтет ожидания предпринимательского сообщества. Так, правительство сдержит свое слово и не станет в ближайшее время менять налоговую систему. В частности, по словам Дмитрия Медведева, предложено сохранить единый налог на вмененный доход и продлить его еще на три года. Также поддержана инициатива по увеличению предельного размера выручки для бизнеса, который работает по упрощенной системе налогообложения в два раза до 120 миллионов рублей. Кроме того, Кабмин может упростить правила налогообложения для самозанятых людей. Все это облегчит жизнь малому и среднему бизнесу. Ведь принятые ранее меры позволяют говорить о том, что в нашем округе отмечена положительная динамика по новым субъектам малого бизнеса и характеризует 2015 год как установочный в этой сфере. По словам вице-губернатора Татьяны Лагвиненко, это подтверждает и текущий мониторинг эффективности использования грантов, который в настоящее время проводит Фонд поддержки предпринимательства. Вектор же 2016 года в сфере предпринимательства направлен на развитие. Одно из базовых оснований для этого – вступление в силу нового, облегчающего налоговое бремя законодательства. Что касается финансовой поддержки, в 2016 году из окружного бюджета выделено в два раза больше средств, чем в предыдущем. Значительное увеличение финансирования запланировано по приоритетным направлениям. Возмещение части затрат по уплате авансового платежа при заключении договора лизинга, предоставление грантов начинающим предпринимателям, возмещение части затрат, связанных с существованием предпринимательской деятельности. Введены также новые виды финансовой поддержки субъектов предпринимательской деятельности. Кроме того, с 2016 года Фонд поддержки предпринимательства поможет бизнесу микрозаймами и финансовыми гарантиями банкам при получении кредитов. На эти цели из окружного бюджета выделено 26 миллионов рублей. В России не может быть никакой иной объединяющей идеи, кроме патриотизма. Об этом заявил в ходе одной из рабочих встреч глава государства Владимир Путин. На патриотизм как на национальную идею смотрят и в Ненецком округе. Патриотическое воспитание должно стать системной и целенаправленной деятельностью. Проводником патриотического воспитания должен стать каждый. Такие мысли прозвучали на пленарном заседании Общественной палаты региона, где тема патриотизма стала одной из ключевых. Всего же ежегодный доклад о состоянии и тенденциях развития гражданского общества в Ненецком автономном округе включал 8 вопросов. Сам по себе 2015 год стал знаковым. Вся страна отмечала 70-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. На этом фоне в округе проходили различные мероприятия патриотической направленности, в том числе поисковые экспедиции, лыжный переход по деревням Нижнепечорья, военно-патриотические соревнования, игры, походы и экскурсии. Была проведена масштабная работа, отметил руководитель комиссии по социальной политике и работе с молодёжью Общественной палаты Юрий Канев. Но загвоздка в том, что все мероприятия патриотической направленности в большинстве своём нацелены на молодёжь от 14 до 35 лет. По мнению общественников, такой подход не совсем верен. Общественная палата НАУ считает необходимость формировать программу патриотического воспитания населения НАУ, которая предложит новые подходы, учитывающие все категории жителей нашего региона. Кроме того, Юрий Канев предложил разработать и включить в закон о патриотическом воспитании в НАУ систему общественного признания и поощрения новых героев – наших сограждан, проявивших лучшее качество в различных сферах – военной гражданской службе, благотворительности, чрезвычайных ситуациях, спорте, искусстве, науке и образовании. По мнению общественников, проводником патриотического воспитания может стать каждый. Мы надеемся, что как раз и в ежегодном отчете будет услышана наша идея о том, что надо новые имена, надо не только останавливаться на ветеранах, но уже есть очень много достойных людей, которые тоже также являются патриотами нашей Родины, нашего округа. И эти имена надо также подчеркивать, разработать свою систему поощрений для этих людей. Доклад о вопросах доступной среды и создании условий качественной жизни для граждан с ограниченными возможностями представила Марина Говша. Член общественной палаты, как большой плюс, отметила наличие конструктивного диалога между гражданским обществом, органами законодательной и исполнительной власти. Общественная палата отмечает, что в обсуждении законопроекта в вопросах социальной сферы важным решением стало, что все социальные льготы для инвалидов сохранили и даже приумножили. О проблемах многодетных семей в округе рассказала руководитель клуба многодетных родителей семья Млилия Ружникова. Она обратила внимание на самую острую проблему выделения земельных участков. Спикер регионального парламента Анатолий Мяндин предложил обсудить с представителями многодетных семей механизм реализации окружного закона и как один из путей реализации закона рассмотреть вопрос о предоставлении мер социальной поддержки взамен предоставления земельного участка в собственность. По итогам обсуждения будет подготовлен сводный доклад, который представят на ближайшие сессии окружного парламента. Ирина Цепитова, Роман Делимарский, Телеканал «Север». На этой неделе Минтруд внесет в правительство проект постановления, предусматривающего возмещение работодателям затрат на стажировку выпускников. Такая производственная практика приблизит молодых специалистов к реальным потребностям предприятий и увеличит шанс закрепиться на том предприятии, где они стажировались. Система компенсации за организацию стажировок – это действительно перспективное направление, говорят эксперты. Любое серьезное высокотехнологичное производство, будь то металлургический комбинат, нефтедобывающая компания, машиностроительное предприятие требуют тщательного обучения новичков на рабочем месте. Наставники не только учат, они отвечают за жизнь и здоровье молодых работников, и, конечно, для предприятий это дополнительные затраты. Крупные компании обязательно имеют учебные программы для подготовки кадров. Для средних и малых предприятий возмещение расходов на стажировку может оказаться очень востребованными. Вакантные рабочие места жителям Ненецкого округа готовы предоставить компании «Зарубежнефть» и «Роснефть». О своем намерении они уведомили администрацию региона и центры занятости населения. Увеличение доли рабочих мест для жителей региона стало итогом переговоров руководства округа с представителями компании нефтегазодобывающей отрасли. Напомню, в ходе специального совещания стороны договорились о своевременном предоставлении информации о вакансиях не только на своих предприятиях, но и в подрядных организациях. Так, «Зарубежнефть» предлагает в своей подрядной организации «Арктикнефть» сразу пять вакансий. Врач из здравпункта, оператор по исследованию скважин, оператор по добыче газа, бульдозерист, машинист имитировочного аппарата. Жители округа, имеющие соответствующее образование и подготовку по этим специальностям, могут устроиться на работу, обратившись в центр занятости или в саму организацию. Трудоустроенные на эти вакансии жители округа смогут отправиться на работу уже в следующую вахту, которая начинается через четыре месяца. Компания «Роснефть» также готова взять на работу местных жителей. Представительство этой организации предлагает трудоустроить людей в «Роснефтьбурении» на вакансии «Токарь-бурильщик» на две вакансии «Мастер по сложным работам в бурении». Приятно отметить, что реакция наших партнеров последовала настолько оперативно, отметил губернатор Игорь Кошин. Оперативность нефтяников в трудоустройстве жителей НАО подчеркивает надежность партнеров округа. Со своей стороны органы власти округа намерены создать условия для повышения качества обучения рабочим специальностям и совершенствования материальной базы учебных заведений, тем, чтобы быть готовыми обеспечить потребность нефтяников в квалифицированных специалистах. На Печоре снегоход совершил наезд на женщину. Приемный покой окружной больницы женщину доставили с телесными повреждениями различной степени тяжести. Эпид-порог по-прежнему превышен. По сравнению с предыдущей неделей наблюдается рост заболеваемости ОРВИ. В округе будет создан Центр медицинных катастроф. Он будет располагаться на базе Ненецкой окружной больницы. Деятельность учреждения будет направлена на организацию медико-санитарной помощи населению округов в чрезвычайных ситуациях, а также на организацию проведения санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения эпидемиологических очагов. Территориальным центром медицинных катастроф будет организовано выполнение научных исследований и опытно-конструкторской работы по проблемам службы медицинных катастроф. Для эффективной работы до 1 апреля планируется провести реорганизацию структурных подразделений Ненецкой окружной больницы. Территориальные центры медицинных катастроф работают уже во многих регионах, таких как Кировская область, Республика Карелия, Ямалоненецкий округ и другие. Вопиющий случай произошел вечером пятницы в полутора километрах от Тельвиски. Как сообщает пресс-служба окружной полиции, в дежурную часть управления поступило сообщение о том, что в приемный покой Ненецкой окружной больницы доставлена жительница Наринмара с 1975 года рождения с телесными повреждениями различной степени тяжести. Все произошло вот здесь, в полутора километрах от Тельвиски, в пятницу вечером, на женщину 1975 года рождения, совершавшую пешеходную прогулку, наехал снегоход. Пострадавшая была доставлена сотрудниками МЧС приемный покой окружной больницы. По словам заведующего хирургическим отделением Николаем Гмиром, пациентка поступила в крайне тяжелом состоянии. Женщина потеряла много крови. При обследовании веевлено, что имеются рваные раны в области коленного сустава, правого, голени, переломы костей обеих голеней, переломы открытые, в общем, там давление низкое. Кроме этого не исключалась травма и повреждение органов буршной полости, потому что когда сделали УЗИ, там верили свободную жидкость, то есть в буршной полости находилась кровь. Поэтому надо было установить причину вот этого кровотечения, которое было в животе. Врачи окружной больницы оказали пациентке экстренную помощь. Была проведена первичная хирургическая обработка ран, дренаж буршной полости. Врачи вовремя остановили кровотечение. Учитывая тяжесть состояния, женщина была переведена в реанимационное отделение. Сейчас она находится на искусственной вентиляции легких. О том, что в больницу поступила женщина со множественными ранениями, врачи сообщили полицейским. На место происшествия выехали сотрудники полиции. Полицейскими были обнаружены фрагменты снегоходной техники синего цвета. И уже на следующий день, в дневное время, сотрудниками уголовного розыска была установлена личность виновника происшествия. Им оказался житель города Наринмара, 86-го года рождения. Именно этот мужчина, его попутчик, по словам сотрудников полиции, вызвал поисково-спасательный отряд. Дождавшись, когда приедет служба МЧС, молодые люди сказали, что обнаружили пострадавшую случайно. При этом сотрудники МЧС поверили, как говорится, на слово. Ни осколки от снегохода, да и вмятины на спецтехнике их, видимо, не смутили. Если бы она поступила как дорожно-транспортное происшествие, то было бы организовано взаимодействие с правоохранительными органами одновременно. Значит, информация поступила о том, что просто нужна помощь, что там, возможно, лежит женщина, которой необходимо оказать какую-то первую помощь. Видимо, поисково-спасательная служба подумала, что женщина просто споткнулась. Коллеги-спасатели из Архангельской области в таких случаях действуют по-другому. Они поделились своим опытом по телефону. Помочь обезопасить жителей округа от подобных случаев поможет законопроект о снегоходных трассах. Его парламентарии уже приняли в первом чтении. Речь идет об организации снегоходных маршрутов и установлении требований к ним. На федеральном уровне пока правовой статус и особенности регулирования правоотношений в сфере организации движения по снегоходным трассам не определены. Таким образом, закон НАУ поможет стать первым документом, регламентирующий статус снегоходных дорог. В отношении мужчины, который совершил ДТП, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Любовь Пермякова, Вадим Стасюк, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. За прошедшую неделю зарегистрировано 94 случая гриппа среди жителей Нарьинмара, 29 среди жителей Амдермы и 5 вискателей. Заболеваемость ОРВИ в округе превышает эпидемический порог в 2,8 раза. По данным мониторинга заболеваемости гриппом и ОРВИ, в регионе зарегистрировано 1206 случаев ОРВИ и 128 случаев гриппа. По сравнению с предыдущей неделей наблюдается рост заболеваемости ОРВИ в целом по округу на 1,9%, по Нарьинмару на 2,2%. Наиболее интенсивный рост заболеваемости населения ОРВИ наблюдается в городе, поселке Искатели, а также в Амдерме, Неси, Тельвиске и Нижней Пёше. Снижение заболеваемости ОРВИ среди населения отмечено в Оксино, Бугрино, Индиге, Каратаге, Харути и Харивере. В связи с ростом заболеваемости ОРВИ среди обучающихся полностью приостановлен образовательный процесс в двух детских образовательных организациях, в восьми школах, закрыты 25 групп в девяти детских садах. В год кино жители Науса берут кинолетопись региона. В мероприятии сможет принять участие каждый, в чьей личной копилке хранятся видеокартины о Неницком округе и его людях. В год кино жители Науса берут кинолетопись региона. Акция по сбору документальных и игровых фильмов станет частью масштабного окружного киномарафона «Кинолетопись Нао», который пройдет с 15 февраля по 2 декабря в рамках Года кино в России и Года народного единства в Неницком округе. В мероприятии, направленном на изучение и прежде всего сохранение традиционного культурно-исторического наследия Нао, сможет принять участие каждый, в чьей личной копилке хранятся видеокартины о Неницком округе и его людях. Организаторы намерены собрать краеведческие фильмы, находящиеся в личных архивах, фондах учреждений, теле- и радиокомпании. Итогом работы станет выставка уникальных видеоархивов и создание каталога фильмов. Помимо акции по сбору кинолент в сельских домах культуры пройдут показы документальных фильмов из цикла «Мужчина в традиционной культуре». Эти 20-минутные фильмы, снятые в 2015 году в рамках 4-летнего творческого проекта «Этнокультурного центра Нао», посвящены традиционным занятиям мастеров из отдаленных населенных пунктов округа Несь, Ума, Волоковая. Также планируются съемки видеосюжетов о народных ремеслах местных жителей. Субтитры создавал DimaTorzok